I have ways of blowing things up. Вроде так у них это называется, а цифровых туннелей у нас два, спасибо, используем пока только один, значит у нас будет верхний правобережье, лево-низобережье, как-то так, в Берлине мы уже были, насколько я знаю, но это такое, мы тогда были молодые, нам нужны были деньги, ладно, шучу, в общем, посмотрим, как мы справимся в этот раз. Я понимаю, почему задания повторяются, они же дейлики, игра-то не бесконечная, заходим мы сюда поиграть там раз в неделю, так что, в принципе, кстати, у кого нет этой игры в стиме, на самом деле я вам очень рекомендовал бы её купить себе на телефоне, на планшете, на чём у вас есть, она есть в мобильной версии, офигенная штука, я её себе купил и там тоже, но, честно говоря, мой долг как летсплейщика состоит в том, что я не буду играть во что-то, пока я не закончу прохождение на канале, поэтому я пока что сижу, смотрю, как оно будет, но я не играю. Ну, просто говорю, что кто хочет, может прикупить её. Почему я это говорю? Игре 10 лет, я уверен, что вы это всё знаете, но всё же. Спасибо, что, знаете, вы говорите, что игра создаёт такую атмосферу, где приятно сидеть, наблюдать, но, ребятки, атмосферу здесь как раз создаёте вы, когда приятно сидеть и с вами беседовать, и, типа, на расслабончике таком, так что, пожалуй, надо вас тоже благодарить за то, что приходите и за то, что приятно для вас снимать эти видео. Так, нам нужно что-то с этой станции, нам нужно, чтобы внизу появилось хоть что-то человеческое. У нас эта станция просто сейчас сгорит, и это Делик, мы его даже, ну, мы его сможем начать заново, но у нас так не, это так не работает. Вот, да, вези треугольнички сюда. По крайней мере, треугольников будем сюда скидывать. А их тут очень много, блин. Воскресенье. О, локомотив, спасибо. Вагон, да, спасибо. Наверное, так сделаем. У нас... О, ещё один треугольник появился. Квадрат у нас только там, это печально, у нас один единственный тоннель остался, что тоже печально, поэтому... Знаете что? Вкину-ка я сюда вагончик, чтобы он оттуда треугольных и кругленьких забирал побольше и вез туда в сторону квадратных. Вот, кстати, что вы берёте себе попить, покушать во время просмотра, потому что, ну, я лично сейчас сижу с квасом... Квадрат, дайте квадрат. Чего вам заветую, в принципе, взять себе что-нибудь вкусненького и интересненького. Так, это потихонечку начинает выходить за разные линии и границы. Мне нужно уже ставить другие линии, а оно всё никак не получается. Ну, хорошо. Я хочу, чтобы снизу появилась квадратная станция. И тогда было бы прям шоколадненько. Тогда было бы прям хорошечненько. У нас четверг. Квадратная. Уникальная. Фиг там квадратная. Хорошо. Тогда мы берём... Открываем красную ветку. Потратим свой последний тоннель, да. Это неприятно, да. Но что поделать. И красная ветка у нас будет идти аж сюда. Я вообще не думал делать вторую ветку пересекающую, но мне... Они мне делают уникальные станции. Мне придётся потом делать пересадки. Я не хочу, чтобы поезда ходили с пересадками. Ну, в общем... Голова мой катающий. Воскресенье день. Давайте в воскресенье ночь скорее что-нибудь уже соображайте. У меня загруженность слишком большая. Это печально. Ну, тут поезд просто... Так, локомотивчик. Да, тоннель, пожалуйста. Давайте локомотив на красную ещё один запущу. И можно открыть третью ветку... Через вот эти станции. И вот сюда хорошо. Ну, он вообще вот эту не разгружает никак. Ладно, блин, мне красную придётся через эту запустить, иначе я тут ничего не сделаю. Там уже перегрузки начались. Хорошо. Это зелёный, тёмно-зелёный. Пока что он сработает исключительно по круглотреугольным. Ну, вот и по уникальной станции тоже. А, вторая уникальная станция! Супер! Как это я? На, придётся вот так. Мне пока не нравится, как это всё выглядит. Зелёный у нас перегружен. Ну, зелёный, по крайней мере, там ходят два... Два локомотивчика. У нас вон есть... О, здрасте. Ещё один кругляш. На, держи. У меня ничего нету, блин. И... То ли я как-то так неудачно в этот раз сделал, то ли... Прям загружено сильно. Какого фига происходит? У меня тоннели есть? Один. Один. Так, на тебе треугольную. А красную закольцовываем. Потому что иначе каши у нас не будет. Если каждый раз ждать, пока до туда аж дойдёт поезд, мы чеканёмся. И нам тогда на красную сейчас нужно или вагон, или больше локомотивов, или... Ну, короче, надо что-то делать. Я опять потратил все эти тоннели, да? Я молодец. Я понял. А их разве не два дали? Погодите, тоннель один дали? Я что-то не понимаю в этой жизни. Значит, надо будет посмотреть. То есть, кобздец. Да, вагончик, спасибо. Вагончик идёт на красную. А на зелёную, наверное, идёт третий локомотив. Потому что зелёная-то у нас не закольцованная вообще ни разу. И с ней надо что-то делать. Я не знаю, как её разгружать. Треугольничек, на тебе. На, получи, получи. Я хотел красной сейчас выручить это. Понимаете? Я тёмно-зелёную даже на ту сторону пустить не могу, потому что у меня туннеля нет. Это вообще всё выглядит крайне печально. Просто зелёная тоже перегружена нафиг. Здрасте. Он треугольники сейчас отсюда заберёт. Да, назад будет ехать, заберёт квадратов. В принципе, логично. Красный сейчас ездит, собирает чисто квадратов. Но у него нет места, ему хорошо. Вот он сейчас мимо проедет, и вот эта станция так и останется загруженной. На зелёную сюда, на выручку, короче, наверное. Потому что иначе мы это просто не вывезем всё. Сейчас этот сгрузит квадратов, я у него заберу вагон, наверное. Хотя... Я не тому вагон отдал. Ну, сейчас зелёный будет ехать, он заберёт. Ладно. Так, у нас тёмно-зелёный становится тоже подперегруженный уже. Красный чеши скорее, блин. Оп, хоп, хоп. Хоть кого-то забирай отсюда. Вот эта станция, смотрите, она перегружена просто трындецкая. Но туда никто не едет. Блин, скорее воскресенье ночь давайте. Я не могу себе тоннель позволить, мне срочно вагон нужен. Вагон и маленькая тележечка, ёпперс это. Забирает сюда всех вообще. Но это вообще ни разу не спасает, потому что, смотрите, вот это оно перегружено, блин, придётся вот так делать. Мне приходится каждый раз зелёный всё больше и больше и больше растягивать. Вообще ни разу неприятно. На тебе вагон. Нет! А как? А что? Не надо. Ну да. А как я вам это сделаю? Блин, а я не смогу теперь красную закруглить. Ну классно. Вот здесь забирайте быстро. А что вы... Ну всё, лопнуло. Короче нет. Неудачно мы сходили. Я не знаю. Может просто не пошло. Может быть... Ааа. Бывает такое. Неудачное начало. Хорошо. Ладно. Я вот вообще здесь, я понимаю, что сыграл сейчас вообще никак. Так что... Ладно. Пошли. Давайте сегодня сделаем нормально. Я тут немножечко себе подпроходил. Вот Париж, Нью-Йорк, Варшава. Короче, всё, что было пройдено ниже тысячи, я прошёл на выше тысячи. Но оно мне как-то ничего нового не открыло. Бостон мы с вами проходили в прошлый раз. Бостон, кстати, наша империя в Бостоне. Оно открыло мне Монреаль. Монреаль мне такое говорит, типа, что открыть Сан-Франциско надо пройти Монреаль. В принципе, логично. Но я тут задавался вопросом, каким образом я открыл Каир. Ну, возможно, Каир я открыл где-то делая какой-то Делик в Сингапуре, скорее всего. Ну, логично было бы. И таким образом оно мне открыло Каир. Ну, Каир у нас тоже не пройден. По сути, у нас сейчас из новеньких есть Каир и Монреаль. Естественно, мы пойдём в Монреаль, потому что в Бостоне мы были в прошлый раз. Монреаль это у нас новенькое. Поэтому... Давайте, поехали. Так, так, так. Ну, да. Всё, что начинается вот так вот с этих стуннелей, с мостиков, я как-то автоматически сразу, ну, прям не очень в восторге. Ну, ладно. Сколько у нас их... На этот раз нам их дали больше. Вот, короче, в чём прикол. У нас нам их был один, два, и, по-моему, когда мы получили, мы получили один. Вот. Здесь нам их сходу дают пять. Что приятно. Так что улыбаемся и пашем. Если что, мы можем и ветку закруглить, и всё, что захотим, сделаем. И потом, может быть, ещё даже получим парочку треугольничек. Так, треугольничек идёт сюда. Давайте попробуем не допустить сейчас ошибку, не затягивать слишком сильно большую вот эту ветку. Надо смотреть, как разделилось. Тут треугольные, а тут круглые. И ровно на две части. Типа, делай, что хочешь. Ты даже новую ветку не откроешь, потому что она будет бессмысленна. Там просто развозить будет некого и некуда. Если ещё одну ветку сейчас открывать, то это ещё через один туннель. Короче, ладно. Забейте. Давайте посмотрим. Следующая станция, я практически уверен, что появится, она будет круглая. Наверное. Так, здесь нам важно на штуку выйти. Я же говорил про круглую станцию, а? А я говорить. Тогда нафиг. Давай вот так. И давай вот так. Не будем сильно затягивать ветки. Особенно в начале, когда по ним ходит всего лишь один локомотивчик. Развозит каких-то бедных шесть человек, поэтому пока сделаем таким образом. Круглая? Конечно же круглая. Ну конечно же. Да. Такого я обманываю. Откроем себе сходу три ветки, локомотивчик, вагончик. Наверное, если будет возможность по свободке, всё-таки закажу себе ещё одну линию. Больше ли не как там, да, в комментариях? Да, согласен. Надо больше. Надо больше золота. Ну что, у меня три туннеля осталось. Поехали. Уже два. Получается оранжевые и зелёные ветки у нас сейчас зеркальные, грубо говоря. Потому что идут от квадратной через треугольничек и через два кружка. Ну, офигенно. Если мне получится выбить себе больше туннелей, может быть я создам себе, грубо говоря, такие две кольцевые? Амбициозно? Ну, почему бы и нет? Ну вот, блин, начинается. Вот у нас конечная с тремя кругляшами. Ну тебе нафиг, на. Я оранжевую закруглю. Сколько у меня осталось? Ещё один остался. Один резервный. Пока сейчас не происходит никакого трешака. Пусть этот резервный побудет, что у нас пятница. И паровозы у меня лишнюю... Блин, а у меня и паровозы, и вагон есть, чё это я? Давайте я его встречную отправлю сюда, пусть лазит. Всё хорошо. Надо, чтоб с круглых станций выгружали... Видите, он едет, не выгружает. А сейчас будет приезжать, и он будет забирать треугольники. Хорошо. Видите, оранжевая маленькая, но уже проблемная. Из-за того, что там вот это вот дефектное расположение станции, потому что они все кругленькие, находятся чёрт знает где. Зачастую это и губит. Воскресенье. Офигенно, уникальная станция. Здравствуйте. Локомотив. Не, я возьму ещё один вагон, подожди. Мне это потом может аукнуться, поэтому не-не-не, подожди. Офигенно. Кругло. Ну давай вот так. Пока что. Пока что. Пока что. Стоп. С погойным. А жёлтую? Офигенно. Вот так вот сделаем, чтобы, если что, потом ее получилось замкнуть. Она, по крайней мере, будет так в правильном направлении. У нас в ту сторону торчит тогда зеленая, и оранжевую можно немножечко растянуть. Зеленый, кстати, уже начинают наблюдаться немножечко пробки. Посмотрим, может быть, мы туда что-то и закинем. Оп. Два треугольничка по пути. Ну, вот тут треугольник с оранжевой на желтую будет подцеплять, по-моему, ошибкой. Дайте мне еще несколько тоннелей, чтобы я чувствовал себя спокойным, чтобы мне было хорошо. Давайте. Давайте. Ну, купи, купи. Ладно. Мы сейчас, в крайнем случае, можем еще желтую замкнуть, чтобы... Да, там начинаются у нас уже... На, держи. Сгружай всех. Грузите апельсины бочками. Блин, на желтую начинаются перегрузки. Она становится длинной, перегруженной... Давайте я на желтую пущу еще один локомотив. Оранжевые два локомотива, зеленые пока что есть как есть. Но зеленые три станции из пяти дублируются, так что, в принципе, живем. Воскресенье. Видите, желтая становится достаточно перегруженным местом. Локомотивчик и... Да, два тоннеля. Спасибо. Тогда мы желтую замыкаем. Оранжевую. Пускаем через уникальную станцию. Блин. У нас, получается, пересадки на оранжевый будут раз, два. Но туда очень невыгодно тянуть все подряд. Это вообще печально. Два тоннеля у нас остается. Максимум, может быть, мы потом куда-то вагончик подцепим. Давайте еще вот на зеленую закинем второй. Чисто для балансировки. Просто, чтобы лишний раз ходил и разгружал, потому что... Давайте сразу заботиться про чистоту того, что происходит, чем потом, когда будет поздно. Сколько у нас вагонов? Еще один вагон. Возможно, он или на оранжевую пойдет, или на вторую. Желтая прям сильно. Смотрите, на желтой движ огромнейший. Там поезда постоянно мотаются, они постоянно загружены. Сейчас посмотрим, что это вообще будет усилие. Квадратное пока что выглядит как центр. Центр, центр. Прием. Смотрите, какой трэш творится вокруг. Тут горы и горы. Вообще, по-хорошему... Смотрите, что мы с вами делаем. Мы с вами убираем зеленую нафиг. Растягиваем сюда желтую. А зеленую пока поставим вот здесь. Это пока выглядит бесполезно, но это временный вариант. Он, по крайней мере, будет отсюда снимать треугольнички. Крушки. Ёлки, здрасте. А как так-то? Я пошутил. Сюда пойдет желтая. Зеленая как раз пойдет сюда. Локомотив. Блин. Мне нужен этот вагон. Потому что вагоны сейчас будут на вес золота. Мне их придется уже сейчас рассыпать. Давайте сразу максимально запихиваем желтую, чтобы по ней ходило 4 локомотива. Зеленая. С уникальной. Вообще идеально же просто, да? Давайте хотя бы оранжевая еще сюда ходить будет. Она же у нас все-таки кольцевая, как-никак. И... Не, оранжевая нам вполне хватит. Если сюда или сюда или сюда будут свозить... Вон туда для ромбика, то, по крайней мере, их будут потом туда оттаскивать. Зеленый нам будет немножечко разгружать. Сколько нам... Один тоннель, три тоннеля у нас это. Потому что один от зеленой освободился. Так, хорошо. Я все время говорю, что надо... Надо бы еще как-то что-то. И постоянно я беру то вагончики, то еще что-то. И в самом деле сейчас, если получится... Допустим, если сейчас будут предлагать центр или линию, я буду брать линию, наверное. Потому что центр мне сейчас вроде как ничем не поможет. А вот линия помогла бы. Пятница, 30... Не надо! Давай, зеленый, тащи сюда. Ну, да, они потому и дают много тоннелей. Потому что тут такой рельеф, блин, вообще трындец. Ну, а как? Так нельзя. Ну, в принципе, по-хорошему, я думаю, что я знаю, что я сейчас буду делать. Наверное, наверное, я полагаю. Воскресенье. Сейчас смотрим, что у нас получается. Я бы такой, чтобы, наверное, зеленую закольцевать. Тратить еще один... Так, локомотив и... Линию на этот раз, извините. Ребят, я очень люблю брать новые вагончики. Но в этот раз прям линию, линию. А, вторая квадратная. Идеально. Вот так вот зеленую делаем. Наверное... Здрасте. Забор покрасьте. Вот так. Вот так. Вот так. Ты сразу будешь идти с вагоном, чувак, наверное, потому что... Длинная линия. Вот здесь заберите, вы что? Тут прям трындец какой-то творится. Где там? А, оранжевый только возит. Только оранжевый возит туда. Надо было... А! Сияния. Просто завалено нафиг моментально. Блин, что я сделал? Я открыл огромнейшую линию. У меня на нее нету поездов. А тут... Пять круглых станций. Типа, делай что хочешь, трындец. Нет, не надо так. Уберите голубую линию нафиг. Оранжевый сюда срочно. Нет, там две целых получится. Вот этого... Сюда, 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 сюда. Пока что просто пусть едет. Поезд, вагон, локомотив, трындец. Поехали. В смысле ты его пропускаешь? В смысле ты его пропускаешь? Вся он, короче, проехал мимо этой станции. Ему все хорошо, прям. Забери отсюда. Быстрее едь! А че ты там стоишь-то? Офигеть! Не-не-не, ребят, давайте начать заново. Я понимаю, что обычно мы так не поступаем. Но в этот раз прям, ну вот как-то... Но нет. Ну некрасиво получилось. То ли я сегодня как-то не в форме, что-то не идет. Ладно, посмотрим. На. Сколько мы вообще набрали? Больше 500 человек точно, за 500 нам вылезла ачивка. Сколько там было шесть... Ну нам надо тысячу по любасу, так что ладно, поехали. Что-то как-то... То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Фишка с круглыми станциями, это прям, ну, проблема. Их по пять, по шесть заряд пускают. И... На, короче, делай, что хочешь. Ну, я понимаю, что проблема тогда в другом. Или создай больше поездов, или раскидай их по разным этим, чтобы не было... Но не получается. Как-то я не знаю почему. Так, ладно. Собрались. Мне еще так понравился этот поезд по оранжевой линии. Он такой приехал и стоит на предыдущей станции. Я понимаю, что он ждет, пока с той станции отойдет кто-то, чтобы он мог ехать дальше. Но он стоит, ему нормально, он никуда не торопится. Знаете, зарплата почасовая, это же цивилизованная страна, так что... Интересное кино. Ладно. Монреальцы. Наверное, это будет такое маленькое скромное мнение. Но я когда был в Монреале, мне на самом деле метро у них не очень понравилось. При том, что я же говорил в прошлых сериях, что я достаточно большой ценитель метрополитенов. И мне нравится наблюдать за тем, как они созданы по-разному в Европе, в Америке, и всякое такое. Так вот, ну, Монреальский мне на самом деле не очень понравилось. Не хочу, чтобы это прозвучало какой-то снобизм, знаете. Ну вот, зажрался. Нет. Ну, говорю объективно. В той же самой Германии метро просто офигенное. В Мюнхене там очень комфортно им передвигаться. Не могу про Берлин ничего сказать. Там не был, но вот там, где я бывал, мне понравилось именно по Германии. Хорошо. Так, а вот опять у нас проклятие сраных круглых, как этих станций, чтобы их через коромыслы, блин. Хорошо, хорошо, всё, успокоились. Вот так пойдём. Зелёный может... Да, зелёный, давайте сюда подкинем, потому что мы как раз отсюда, оттуда будет забирать. Сюда может опять кругляши потом завозить. Кругляши! Беляши только круглые, знаете. У нас вагонов нет, это печально. Чёрт с ним, трачу ещё один тоннель. И ходите вы по кругу, блин, потихонечку. У нас получается и оранжевая, и жёлтая. Жёлтая, в принципе, у нас тогда бесполезная. Здрасте. А можно нет? Сколько? 5, минус 2. Нет, минус 1. Минус 1, да. Но опять же, зелёная кольцевая. Давайте я тогда жёлтую сверну. Она как-то получается теперь уже бесполезная. Оранжевая у нас хоть как-то разгрузочная, а жёлтая стала бесполезной. Давайте я ещё один локомотосик вот сюда вот закину потом. Ну, вот здесь вот. Оранжевую продлим досюда. Локомотив, да. Два тоннеля, да, потому что они тают как вода! Да, фиговая рифма. Жёлтую мы тогда пока что подержим как разгрузочную. Если нам где-то что-то понадобится, мы протянем жёлтую как руку помощи просто. Печаль, что квадрат, в принципе, только один, и только поезда, идущие в одну сторону забирают пассажиров на квадрат. Да, в принципе, и на звёздочку тоже хрен с ним. Вот треугольничков, треугольничков пока разгребаем. Хорошо. Смотрите, этот сейчас загребает квадратов, и вот он едет к звёздочке, но к звёздочке он уже никого не заберёт. Потому что он напихался квадратов, наелся и спит, блин. Этим надо будет что-то решать, в общем. Они ставят на... Ага, опять круглая станция. На одну чашу весов очень важные вещи тебе предлагают. Или тоннели, или вагончик. И такой, выбирайте. Ей нужно и то, и то. А нет, и то, и то нельзя. Нет. Вообще, почему локомотив это типа мастхевное, а всё остальное на выбор? Дайте мне выбирать, может быть... Блин, он не справится с ним, смотри. Ему нужен второй. Он сейчас приедет сюда и будет стоять, смотри. Он будет стоять и ждать. Видите, он стоит и ждёт сверху, да. Треугольная станция. Может эту тоже нафиг замкнуть? Давайте. Пока у нас есть лишние тоннели, замыкаем. А поезда разворачиваем, чтобы они... Не в том порядке шли. Да, хорошо. Ну, звёздочки идут с пересадкой, это неприятно. Но пока мы ничего сделать не можем. Они взяли уникальную станцию, влепили на остров. Ну, блин, это просто подло. На воскресенье. Посмотрим, что нам сейчас преподаст бог железнодорожников. Чем нас обрадует. Нафига ты проехал? Он просто проехал мимо этой станции. Смотрите, там три треугольника. Он просто мимо неё проехал. Типа, не моя нафиг работа. Берём вагончик себе. Что я хочу от этой жизни? Поставим себе жёлтую ветку. Ещё один тоннель потратим. Блин, уходят как дети в школу просто. Жёлтый у нас будет немножечко дублировать и помогать. Очень печально, что ветку нельзя закруглить на какой-то рандомной станции, чтобы из неё торчал пучок. Её нужно именно закруглить вон туда. Но сейчас, если будут проблемы, я смогу жёлтую снять. Вот тут один тоннельчик себе высвободить и будет хорошо. Наверное. Пока что всё выглядит немножечко не так напряжённо, как эта... Ещё одна круглая станция. Топ тебя. Квадрат. И он этому рад. Квадрат. Ладно. Шутки за 300. Давайте ещё вот этот треугольничек продублируем. Какого фига. А, между прочим, у зелёных проблемы. Ну, не надо. Блин. Сгребай всех на тебе вагончик, улыбаемся и машем. И, в принципе, у меня не хватает, давай это тоже дублируем, пофиг, чем больше локомотивов будет ходить, так у нас по этим станциям ходят 4 локомотива, а не 2, по крайней мере. Ну, я имею ввиду, что 2, на зелёном вообще сейчас 3 ходят, что неплохо. Станция вылупилась. Так, всё, нужны вагоны. Вагонами сюда вагоны тащить. Что-нибудь там, 2 этих осталось. Да, вагон, спасибо. Вот так вот сделаем. У нас 2 туда, 2 сюда ходят? Да. Хорошо. На треугольники, на квадраты забираем всех, просто выносим, вывозим их. Ну, пока это всё выглядит неплохо. Ну, как неплохо, страшно, конечно, но неплохо. Оранжевый продляем. Я думаю, может быть, мы вот эту зелёную сюда тоже подкинем, чтобы она вывозила. У нас сверху вот эти 2 треугольных оранжевых станции. Конечно, опасно. Знаете что, сейчас если будет ещё одна ветка, среда у нас. Блин, мне сейчас дадут вагон, вагон мне нужен. Ну, ладно. Если вдруг будут давать ветку, то я, наверное, возьму. Я уже даже вижу, как её пустить, в принципе. То, что у нас по жёлтой ездит один локомотивчик... А, здрасте, уникальная станция. Ага, очень приятно. То, что у нас по жёлтой ездит только один локомотивчик, вроде как длинная ветка, он там один, но у него все станции дублированы с другими, поэтому, ну, теоретически жить можно. Он, наоборот, просто как разгружает. Поэтому, вроде как, ладно. Зелёные впахивают неплохо так, загруженные ездят, видно, что работают люди. Только я это сказал, и зелёным добавили работы. Спасибо, игра. А он просто плюсики игнорит. Зырь, зырь, зырь. А, не, ладно, забрал. Ладно, ладно. Вот этот пузырь внизу, короче, он мне очень сильно не нравится. В каком у меня там ещё туннеле есть? Ещё два. Давай жёлтого сюда отправим на помощь. К тому же, жёлтый может напрямую на плюсики развозить. Классно. Ну, а кто поможет жёлтому? Так, локомотив, да. Чёрт. Если я возьму линию сейчас, то мне понадобится ещё этот же локомотив потратить на эту. Я возьму ещё два туннеля. В следующий раз, если получится, я возьму линию. Давайте я наж... Жёлтый. На жёлтый поставлю второй локомотив, и он будет помогать вывозить вот эти вот дальние станции, потому что, ну, тут вообще трындец происходит. Он, ну, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть практически круглых станций, на которых тупо накапливаются люди. Этот пузырь внизу, который нужно как-то лопнуть. И к тому же у нас у зелёных, у зелёной линии нету пересадки, нету доступа к плюсовой станции, они чисто загружают. Поэтому нужно, чтобы хоть как-то жёлтые помогали. Жёлтые сейчас будут плюсиков этих всех выкидывать. Ну, смотрите, целый этот локомотивчик с плюсиками поехал. Я сам себе эту проблему внизу создал, и теперь я не знаю, как от неё не избавиться. Ну, не я создал, игра на самом деле создала, потому что они мне дали в изоляции пять одинаковых станций. Как-то оттуда нужно всё это вывозить. Это прям спальный район. Вот, нужно, чтобы туда регулярно ходили поезда с вагонами, и, как видите, с одной линии это не получается. Нужно, чтобы хотя бы две линии туда ходило. Это всё максимально печально. Ещё одна уникальная станция. Причём бриллиант у нас на оранжево-зелёный, плюс у нас на оранжево-жёлтый, и вот кусок пиццы у нас тоже... Кстати, оранжевая начала захлёбываться. Мы потихонечку так увлеклись, а на оранжевая начал твориться трындец. Там у нас работает всего лишь два локомотива без вагонов, без нихрена. И вот те станции сверху, они вообще ни разу не дублируются. В смысле тут... Сюда же ездят просто толпами люди! Вы чё делаете так, локомотив, да? Шо ты делаешь, блин? Берём ещё один вагон, ладно, потому что... Иначе... Иначе не получится. Берём жёлтую, продлеваем. Нам отсюда вычёрпывать просто ложкой надо всё, что тут происходит. Давай ты ещё тогда и здесь будешь помогать. Раз ты получил новый подвижный состав, давай, шевелись! Здрасте! Забор покрасьте! И тут тоже ж как-то надо, блин, а он не вывозит всё это, офигеть! Ааа, я только собираюсь что-то одно делать, они берут и делают мне другое, блин, спасибо вам огромное, ладно. Вот этот сейчас двойной, на жёлтом у нас сейчас три ездят, ладно. Но они маленькие, типа, там только один с двойным вагончиком, они всё время забитые, а это... это так не работает. Слушайте, оранжевому надо дать второй квадрат, ему негде разгружаться, он... видите, ну, половину разг... КОГО?! Нееет! Жёлтый делаем кольцевой. Остаётся у нас ноль тоннелей какие-то, Мурат, просто безгранично, безразмерно. Ну, жёлтый перегон и сейчас такие офигенно огромные. Так, воскресенье. Не делаем же. Так, локомотив, линия. А как?! Не-не-не, вот сюда, вот тут будет конечная, давай. И тогда голубая у нас сюда идёт. Заберите здесь, ну чё вы как эти? Ну вы чё, нашло... Ребята, десять человек осталось доставить, вы чё? Заберите отсюда. У тебя сколько там? Четыре места? Пять? Давай, забирай всех. Чуть не лопнула станция, какого фига? У меня локомотива лишнего не осталось. О, вот это тоже сейчас накроется, потому что некому забирать отсюда просто. Он не в ту сторону едет и он просто их не забирает. Блин, ладно, по крайней мере штуку мы заработали, но это прям печально. Вот эта станция лопнула внизу. Слишком... Блин, тут надо учитывать не только гористую местность и количество локомотивов. А то, что локомотив просто едет, он проезжает мимо, потому что у него дальше длинный перегон и ни одной из этих станций нет. И он их просто не забирает оттуда. Надо, чтобы вот через такие станции поезд шёл не в тупик, а, например, из... Короче, ладно. Это я не учёл, вот это мой косяк. Да, тут я признаю, тут нужно было просто лучше построить, и этот пузырь изначально внизу был для меня проблемой. А потом эта проблема переросла в то, что нас и погубило. Но мы победили. Что у нас там дальше? А, Сан-Франциско и Сан-Паулу открылись. Двое святых. Светы из Бундока. Ладно. Вообще всё тогда, ребятушки. На этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек и всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok